Знаете ли вы, что одуванчик целиком съедобное растение, а его питательная ценность выше, чем у большинства овощей? Как он действует на организм и как его правильно готовить, об этом мы сейчас подробно расскажем. Существует более 250 видов одуванчика, некоторые из них выглядят очень своеобразно. Зато самый полезный вид, который мы все знаем – одуванчик лекарственный, одновременно является самым распространенным на Земле. Латинское название одуванчика лекарственного – Taraxacum officinale, что в переводе означает «лекарственная горькая трава». В Европе отвары и настои одуванчика лекарственного использовали задолго до времен Парацельса при проблемах с пищеварением, для очищения печени, оздоровления почек, желчного пузыря, селезенки, а также для улучшения зрения. Древние китайские врачи давали его пациентам для укрепления костей, из него делали мазь от кожных заболеваний. В Аюрведе одуванчик применяется для очищения организма от ядов. А что знает об одуванчике современная наука? Содержит большое количество флавоноидов – растительных соединений с мощной антиоксидантной активностью. Флавоноиды одуванчика защищают наши клетки от свободных радикалов, которые приводят к различным клеточным аномалиям и повреждениям ДНК. Именно свободно-радикальное окисление лежит в основе раннего старения и развития хронических заболеваний. Благодаря флавоноидам цветки одуванчика действуют как мощное профилактическое средство от заболеваний сердца, суставов, мышц, легких и нервной системы. Из цветков заваривают чай. Давайте сделаем это вместе. Для начала соберите одуванчики в экологически чистом месте. Тщательно промойте их. Освободите лепестки от стеблей и чашечек. Поместите 6-8 столовых ложек лепестков в литровую посуду и залейте кипятком доверху. Накройте и дайте настояться 10 минут. Процедите. Чай готов к употреблению. Напиток имеет медово-сладкий вкус. Его можно заваривать вместе с чаем, добавлять мяту, лимон, мед. Помимо флавоноидов, этот напиток обогатит организм каротиноидами, необходимыми для здоровья глаз, витамином С, необходимым для здоровья сосудов, железом для крови и кальцием для костей. В ночь на Ивана Купалу девушки плели венки из-за дуванчиков и опускали их в воду. Считалось, что девушка, чей венок дольше всех продержится на поверхности, в ближайшее время выйдет замуж. Листья содержат лактоны, которые придают им горький привкус. Но в то же время именно эти горькие вещества стимулируют выработку желчи, улучшают расщепление пищи и всасывание полезных веществ, запускают процесс детоксикации печени. Также в листьях одуванчика содержатся полезные кислоты – хлорогеновая и цикоровая, которые контролируют уровень сахара в крови и предотвращают в профилактическом смысле диабет. Обычно их добавляют в салат в виде зелени. Например, это может быть летний салат из помидоров и огурцов. Соберите молодые нежные листья одуванчика, хорошо промойте их, замочите в холодной воде на 20 минут, нарежьте их и добавьте в салат. Также из листьев одуванчика можно приготовить быстрый и легкий гарнир, обжарив их в масле вместе с измельченным чесноком. Наконец, их можно просто заварить в виде чая. Как и цветки, они содержат антиоксиданты, большое количество витамина С, а еще витамин К, который играет ключевую роль в свертывании крови и критически важен для здоровья костей. Кроме того, это источник витаминов В1, В2 и В3, которые участвуют в обмене веществ и работе мозга. Помимо железа и кальция, листья одуванчика содержат значительное количество калия, который поддерживает нормальный сердечный ритм и участвует в передаче нервных импульсов. Они богаты инулином – полисахаридом со свойствами пребиотика. Инулин способствует росту полезных бактерий в кишечнике, ликвидирует запоры, оздоравливает кишечную стенку, избавляет от хронической усталости, а также укрепляет иммунитет, который тесно связан с балансом микробиоты. Корни можно заваривать в виде чая или просто есть в сыром виде. Правда, на вкус они достаточно горькие, поэтому их варят. Для начала выкопайте корни и тщательно промойте. Срежьте внешнюю кожуру, залейте водой в кастрюле и доведите до кипения. Варите, проверяя готовность вилкой. Когда корни станут мягкими, слейте воду и подавайте на стул. На вкус вареные корни напоминают репу. Кроме пектина, корни одуванчика содержат массу других полезных веществ, а именно фитостеролы нормализуют уровень холестерина и обладают кардиозащитным действием. Эфирные масла обладают антибактериальными свойствами. Смолы снимают воспаление. Фенольные соединения обладают антиоксидантной активностью. Также корень одуванчика это ценный источник магния. Некоторые эффекты являются общими для корней, цветков и листьев одуванчика. Это мочегонные действия, снижение повышенного давления, защита клеток печени, похудение, выведение излишков жира из печени. Из одуванчика готовят мазь. Благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам цветка она увлажняет и омолаживает кожу, стимулирует синтез коллагена, а также помогает снять боль и воспаление в суставах и мышцах. Налейте в кастрюлю 300 миллилитров оливкового масла. Добавьте стакан цветков одуванчика. Доведите до кипения и варите 2-3 часа, после чего процедите. Затем добавьте 2 столовых ложки гранул пчелиного воска. Нагревайте на водяной бане, постоянно помешивая, пока воск полностью не расплавится. Мазь готова. Дайте ей остыть, затем разлейте по баночкам и храните в холодильнике. Этот популярный напиток внешне похож на обычный кофе, но при этом обладает восхитительным фруктово-ореховым вкусом. К тому же гораздо полезней обычного кофе. Очищенный корень одуванчика разрежьте на небольшие кусочки, поместите в духовку и тщательно просушите. Высушенный корень измельчите в кофемолке. Чтобы приготовить полезный напиток, всыпьте 2 чайные ложки полученного порошка в турку, добавьте стакан воды, доведите до кипения и кипятите 10 минут. При аллергии на одуванчик он противопоказан в любом виде. В следующих случаях одуванчик принимают только под контролем врача. Камни в желчном пузыре, камни в почках, гастрит или язва, беременность, грудное вскармливание, прием любых препаратов. Если у вас появились вопросы о здоровье, вы можете задать их на нашем сайте. Перейдите с главной страницы в раздел «Задать вопрос автору», нажмите «Выбрать автора», перейдите к нужному вам и опишите проблему. Мы ответим максимально подробно и пришлем вам уведомления на почту. Наши ответы носят исключительно справочный характер. Не применяйте никаких рекомендаций без очной консультации с врачом. Делитесь своим опытом в комментариях и подписывайтесь на Здоровье-сберегающий канал. Мы ценим ваше мнение.